В одном из московских дворов жители зоозащитники бьют тревогу. На улице оказались больше 90 котов. На месте находится моя коллега Кристина Орлова. Кристина, приветствую тебя. Как же такое получилось? Да, приветствую тебя. Жители этого дома стали свидетелями действительно жуткой картины. Сегодня утром из помещения, как они говорят, нежилого, выбросили более 90 кошек. И вот они здесь прямо на улице сейчас съежились, они все промокли, потому что только что, буквально несколько минут назад, был ужасно дикий большой ливень, гроза, и в общем все, конечно, они промокли. Но вот вы видели, что происходило сегодня с утра. Максим, расскажите, пожалуйста. Распилили дверь из этого. Ну дверь, помещение вот это распилили, да? Да, да, болгарка, как она называется. Ну, я не знаю, болгарская она пила или нет. И начали выбрасывать просто кошек здесь, чуть ли не лопатой, короче. Вот. Они здесь летали. Я поэтому и подошел сюда, тут же. Что, спросили? А? Спросили что-то? Спросили, мне сказали, какое твое, типа, дело, типа, иди своей дорогой, как бы, ну и вот так вот. Там же беременные кошки были, наверное, там вот я смотрю. Беременные кошки. Здесь была барышня, которая забрала, как бы, нескольких беременных кошек, вот, на самом деле, вот, при мне. И забрала нескольких эпилепсичных кошек, ну, которые вот, например, ну, падали здесь, вот. Это одна, одна просто барышня такая оказалась, на самом деле. Ну, жуткая картина. Картина очень жуткая была. На самом деле, все здесь присутствующие, они, это, были, в общем-то, не в себе от увиденного, на самом деле. Кошек выбрасывали просто кучами. Чудовищно, конечно. Вот они вот, они как бы и лежат, вот, в общем-то, вы сами можете наблюдать эту картину. Вот и как раз одна из девушек, которая взяла к себе домой двух кошек, Ирина, расскажите, пожалуйста, вот, и вы, в том числе, сейчас накрыли, вот, как раз, вот, еще часть кошек, которые, которые остались теперь без ночлега, без жилья. Их накрыли жители, неравнодушные, конечно, к такой проблеме. Ирина, вот забрали сегодня двух кошек и вообще видели, вот, тоже, наверное, последствия, как вот кошки. Мне позвонили жители соседнего района, два раз, сказали, что там есть проблемы, съезди, посмотри. Я схватила в воду корм, думала, что здесь, ну, очередная бабуля сумасшедшая, у которой в жутком состоянии кошки, обезвоженные, там, исхудавшие и так далее, приехала. Что могу сказать? Кошки не обезвожены, не при смерти, даже упитанные, но не знающие, что такое улица. Похоже, что все это одна, максимум две семьи. Но молодняка нету. Говорят, ходили, кормили, говорят, что это убирали. Запах есть жуткий. Забрала двух, у которых сама лично видела приступы. То есть, возможно, есть у нескольких особей здесь какие-то неврологические, генетические заболевания. Я не ветеринар, не могу говорить, но чисто наблюдение. И очень много беременных кошек, сильно беременных, которых выкидывали, которым я подходила, и они были все, извините, описаны. То есть, в процессе полета, возможно, они и бились, и здесь требуется явно помощь. Просто помощь. Была гроза, кошки истерили, кошки пугались, мы их накрыли. Обращались, проходящие звонили в разные приюты, им отказывали. Приезжал представитель управляющей компании, сказал, что его волнует только помещение. Звонили по телефону, указанному на печати. Мы тут следим только за тем, чтобы нежилые помещения пустые оставались пустыми. Кому обращаться, неизвестно. Мы бы, конечно, может быть, что-нибудь предприняли бы сами, но, к сожалению, всех забрать мы не можем. Ну вот я отвечу, что эти кошки жили вот как раз вот в этом нежилом помещении. Здесь вот окна закрыты, дверь здесь тоже закрыта. И видно, вот опечатана сейчас эта дверь. Но вот спросим сейчас у местных жителей. Вот расскажите, пожалуйста, здесь кто все это время находился? Можно спросить у вас? Вы знаете, вот женщина, которая непосредственно... Вот вы же знали, кто здесь, может быть, видели, что кто-то заходил сюда, кормил кошек или что-то? Представитель департамента госимущества города Москвы. Так представлялась женщина. И, мало того, скрывала то, что здесь находятся кошки. И всегда говорила, что нет, ничего нет. Нет, на самом деле мы уже два месяца ищем источник вони страшный, который идет на 14 этажей этого подъезда. Жильцы измучились, страшная жара, вонь. И найти причину источник никто не мог. Сантехники, техник-смотритель, главный инженер. Все пытались что-то обнаружить. И почему-то вот это помещение оказалось обойденным вниманием. Главный инженер сказал, что мы не имеем отношения к нему, так как оно принадлежит госимуществу. Поэтому мы отвечаем только вот за другие помещения. И вот сегодня приехали представители вот этого как раз госимущества. Стали вскрывать замок, ломать дверь. Часа два пытались вскрыть. Представляете, как закрыты были кошки? Если два часа, пытались вскрыть. Вскрыли дверь, и оттуда кошмар начался. Потому что это, ну, представьте, если сто кошек побегут, или запах от этих кошек, что это было? Вот тогда мы только нашли источник вот всех наших мучений. Вот сейчас вскрыли дверь, выбросили всех кошек и снова запечатали. Но так и не сказали, кто это мог здесь вообще находиться? Они сказали так, что здесь была другая печать, вот остались следы старой печати, что это поддельная печать, что они к этому не имеют отношения, что представителей никакого у них здесь не было, хотя человек представлялся. Поэтому это целая детективная история. Здесь, видимо, надо подключать милицию, чтобы она занималась действительно своим делом, потому что участковый приходил и ушел, сказал, что это не мое. Понимаете? Да, да, да. Ну, я отмечу, сейчас осталось больше 50 кошек из 90 первоначально. Многие забрали кошек домой, но, тем не менее, конечно, всех их разобрать не удалось. Позвонили в несколько приютов, но пока везде дали отказ. Ну, будем надеяться, что зоозащитники или, может быть, часть местных жителей на это все откликнется и заберут несчастных животных, которые вот сейчас оказались на улице под дождем.